Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас видео по очередному обновлению в Star Stable Online. Что же нам добавили на этой неделе? Давайте же посмотрим. Так что седлайте своих коней и поехали! Итак, на этой неделе нам добавили гонку на Южном Копыте, причем это было очень странно и непонятно, потому что все записи в предыдущем обновлении в новостях на сайте Star Stable указывали на то, что сегодня, ну точнее в эту среду должно было выйти уже продолжение истории с Диколесем, который мы так сильно ждем, потому что локация там достаточно большая, и по идее, если ее откроют, то откроют всю целиком, и это значит, что наша карта Star Stable станет еще больше. Но, к сожалению, разработчики не очень, скажем так, корректно выразили свою мысль, поэтому на этой неделе наше обновление состоит только из одной добавленной гонки, причем вы можете посмотреть в разных группах ВКонтакте, по ССО видео на Ютубе, нам будут, мне кажется, в принципе добавлять потом еще разные гонки, примерно точно такие же, как у нас сейчас находится около Виноградников, вот тут гоночку добавили, вот здесь на Южном Копыте гонку добавили, и, по-моему, как раз во всех вот таких типовых загонах будут добавлять гонки. Похоже, загон находится на территории неподалеку от Нью-Хилкерста, я думаю, там тоже будет добавлена новая гонка. Давайте же, учитывая то, что мы больше ничего абсолютно не добавили, мы просмотрим это обновление и почитаем задание. Ой, какие лапочки, так, да, извините, вы мне мешаете, очень классные поняшки. Кстати, такой поняшка не продается, почему, разработчики? Ай, пожалуйста, почему они добавляют NPC лошадок, которые очень хотелось бы купить? Да, сдаст эти Катарина Пингборн, но, к сожалению, вы мне мешаете своим Марваре и загражуете все, что можно. Очень классная поняшка, как всегда, которую нигде не взять, нигде не купить, очень классная собачка. Но, кстати, собачка, по-моему, продается. Единственное, у нее, по-моему, на ошейнике колокольчик или звездочка. А что у тебя на ошейнике? А, у него просто брелочек, по-моему, такая собачка продается. Но лошадка действительно очень милая, вот если бы такую они выпустили, я бы ее моментально купила. И, кстати, смотрите, какая моделька парня. Мне кажется, она совсем новая, совсем новая, то есть это даже не те ребята из Дундала и Мистфола, это что-то новенькое. Может быть, когда-нибудь все-таки они добавят мальчишек в эту игру. Так, ну давайте же почитаем. Привет, я Скип. Может, ты знаешь моего брата Ролфа? У него много собак. А, так вот, да, получается, братишка продает вот этих собачек, а он решил тут гоночку нам устроить. Я недавно переехал сюда на Южное Копыто. Тут красотища, да? Сразу хочется оседлать любимую лошадь и прокатиться по окрестностям. И хотя мы с малышом Цезарем обожаем прогулки к хронным камням, нужно где-то практиковать прыжки, рабочую выездку и все такое. Мне на глаза попался загон на ранчо спасения, который ты помогла починить. Как думаешь, Хью разрешит мне расставить там препятствия и тренироваться, когда он не пользуется загоном? Денег у меня немного, но я заплачу сколько смогу. Я был бы тебе очень признательна, если бы ты его об этом спросила. Смотрите, уже нам говорят, что в этом загоне будет несколько скачек. Как я понимаю, сейчас в Морланде находятся аж три скачки в нашем любимом загоне у Лореты. И мне кажется, что вот постепенно во всех вот таких загонах будут добавлять по одной скачке. И в общем итоге их будет три. Скип хочет тренироваться загоня? Хммм... Да, давай-ка. Ранчо спасения уголок активной жизни и исцеления. Я буду только рад, если это место никогда не будет поставать. Договоримся так. Если Скип будет убирать за собой после тренировок, пусть ездит, когда закон не используется для терапии и реабилитации. Что касается оплаты, никаких денег я с него брать не буду. Но если Скип захочет помогать на ранчо в свободное время, я не против. Так, возвращаемся к Скипу. Таким образом, у нас постепенно будет добавляться куча-куча гонок на всю карту. И мне кажется, те, у кого все будет открыто, все доступно... Сколько же гонок будет нам доступно? Он согласился? Конечно, я готов помогать на ранчо. Я все детство провел на ферме и всегда хотел научиться профессии ветеринара. Так что это просто моя мечта. А теперь пора заняться обустройством маршрута для тренировок. Я сидел с 6 лет. С самого детства ездил на пони и до сих пор предпочитаю тех малышей. Крепкий пони вроде Цезара. Он гатландский рус. Прекрасно подходит почти для любого вида верховой езды, а мы с ним особенно любим конкур. Я подготовил маршрут для конкура в этом загоне из того, что нашел на ранчо. Препятствия невысокие для пони в самый раз. Не слишком сложные, но не слишком легкотня. Пойду для тренировки и для развлечения. Не хочешь попробовать? Испытай маршрут. А, я думала, мы будем собирать... Из чего мы будем все это делать? Нет, все так просто. А где сюжетная линия? Где целая цепочка заданий? И да, я извиняюсь за мои лаги и глюки. Которые опять, к сожалению, вернулись в мою игру. Даже в Star Stable. Даже с минимальными, по-моему, стройками. Ай, не в ту сторону. Помогите. Вот. Так что, к сожалению, моя техника медленно угасает. Но есть хорошая новость. Я надеюсь, что в этом двадцать первом году, и, возможно, даже через два месяца, было бы вообще замечательно, если все сложится, у меня появится новая техника. Она будет не самая идеальная, потому что это будет не новокупленный компьютер. Это будет компьютер моего парня. Но на нем, по идее, все будет работать намного-много лучше. Вот. И вот этого кошмара вы видеть больше не будете. А ну, а так как у меня вместо ноутбук появится компьютер, его будет потом проще апгрейдить. Да. Улучшать. Ты и Мрачный Туман показали отличный результат. Надеюсь, повороты не слишком крутые. Может, тебе стоит попробовать еще раз? Чего? Ау, тут сразу три гонки. Готова к новым испытаниям? Я создал полосу препятствий, похожих на разные задания, которые выполняет на ранчо спасения. Можно назвать это и рабочей выездкой. Нестись во всю, прыть по такому маршруту тяжеловато. Интересно, как ты и Мрачный Туман пройдете к задаче. Удачи. Эээ, чувак, ты чего нам вообще тут... Я такие... Я такой... Я такую езду впервые, вживую никогда не видел, но потому что... Ааааа... С лошадьми никогда дело не имело вживую. Но в смысле кататься-то каталось, но не такое. Ага. Интересно. Но вот именно видеть данные, такую езду, я видела в старом достаточно для меня фильме, он назывался «В компании лошадей», и вот там как раз рассказывалось, как... Я забыла, какая фамилия и... Я мышку потеряла. Я мышку потеряла. Какая фамилия и имя у того, скажем так, мастера, который практиковал связь, работу, слушать дни, вот там как раз, похоже, маршруты были. Но они там не верхом по этим маршрутам ездили, а они либо лошадей просили везти их по этим маршрутам, либо они их зауздувили, за недоуздок. Ой, как всё лагает, кошмар. Мне кажется, это будет последний раз, когда я снимаю видео про Star Stable в данной обстановке, потому что у меня выключено на компьютере абсолютно всё. Ну, даже, по-моему, всё у меня выключено. Sky, Discord, у меня всё выключено, у меня работает только то, что не отключается. Прекрасно, как говорится, повторение мать учения. Так что возвращайся когда-нибудь и попробуй улучшить результат. Рабочая выездка – отличный способ укрепить связь со своей лошадью. Ага, то есть в этот раз нам добавили всего две гоночки. Ну что ж, в принципе, прикольный. Я бы даже, может быть, порадовалась более веселее, но, к сожалению, я лагаю, поэтому я не могу оценить всё достоинство данных гонок. Хотя мне, на самом деле, они очень интересны, очень нравятся. А вот интересно, если я нажму на гладик что-нибудь изменить, у меня будет меньше лагать? Нет, не будет. Может, чуть-чуть. Да, по-моему, нет. Вот, так что гонки, на самом деле, очень интересны. Тренируют вашу поворотливость. Но мне, простите, ребят, мне самой сейчас глаз выколоть, как смотреть на вот это всё, но мрачный туман у меня 10 уровня, мне его нужно качать, поэтому заданечки эти я хочу выполнить. Кстати, я не посмотрела, сколько опыта дают за эти задания. Вот, поэтому надо сейчас вот посмотреть будет. Гонки эти абсолютно одинаковые, они дают одинаковое количество опыта, по 20 шиллингов, по 150 опыта лошади и 10 репутаций в южном копыте. Таким образом, за две эти гонки мы получаем 200 репутаций, 300 опыта лошади и 40 шиллингов. Ну, в принципе, стандартная такая гонка, ничего особенного в ней экстремального в получении каких-то ресурсов, опыта и всего прочего нет. Так что на этом всё, в обновление больше ничего не добавили. А вот уже на следующей неделе разработчики должны будут добавить продолжение мистического леса Диколесия. И мне очень интересно узнать, что же там впереди. И это просто шикарная лесная локация расширится ещё больше, и мы увидим, что там, и это гигантское озеро. Ну, хотя ладно, не такое она гигантское, к примеру, по сравнению с вот этим. Да, 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 насколько я знаю, это должно быть там озеро. Потом вообще я хочу вот эту локацию. Откройте, пустите меня туда. Но пока что давайте довольствоваться тем, что на следующей неделе нам откроют Диколесия. Ну и ждём, конечно же, марта, когда добавят магических каменных лошадок. Так что на этом обновление закончилось, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, читать их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующих видео! Субтитры подогнал «Симон»!